SCP-1266-RU. Объект русского филиала. Посёлок Нигде. Часть 2. Отчёт об инциденте 1266-E. 20.09.2014. В активную зону объекта было осуществлено проникновение группой неизвестных лиц в снаряжении оперативников ГОК. Ниже представлена информация о последовавших событиях, полученная с камер видеонаблюдения, а также расшифровка частичного радиоперехвата. Представители ГОК отрицают как причастность к данному инциденту, так и факт существования в своём составе подобной группы или сотрудников с позывными «Утюг», «Игла» и «Кощей». Камера 31. 13.28. Субъект SCP-1266-B8 выходит к границе активной зоны. Три с половиной минуты она ходит вокруг опушки леса, явно пытаясь кого-то найти. Затем садится на подходящего размера пень и ждёт 14 минут, продолжая всматриваться в лес. Кощей. На месте. Зверьё злобное, но трусливое, разбежалось сразу, только у ВИП. После исходной точки ждём отключения камера. Женщины лет 80, судя по всему, мент. Вас понял, Игла, ты сможешь её отсу... Игла. Легко. Кощей. Счётное время 40 минут. Начинаем через 3... Камера 56. Устанавливалась в качестве резервной, в связи с периодическими веерными отключениями наблюдательной аппаратуры. На момент инцидента ещё не была подключена к системе. Однако в связи с некорректно произведённой установкой всё равно включилась в момент отключения камер 31, 26 и других. Запись произведена на съёмный носитель. 13, 47. Запись производится с удалённой от места действия точки. Кроме того, угол поворота камеры не позволяет полностью видеть происходящее. Субъект SCP-1266E8 лежит на земле без заметных травм. Рядом стоят 4 человека в снаряжении ГОК. 1, предположительно, игла, за пределами обзора камер. Судя по жестам, два оперативника активно спорят. Утюг. Сама у... Расплюнуть, а теперь... Игла. Раз тебе повторяюсь, я не про... Утюг. Скажи это её мозгам на оку... Четвёртый. Хватит при... Задержка. Если удастся, труп возьмём с собой. Будет что... Утюг. Жужжание. Ругательство удалено. Жужжание. Ругательство удалено. Осы. Жужжание. Один из оперативников начинает дёргаться. Затем срывает с головы шлем. При этом из-под брони вылетает большое количество насекомых. В это время SCP-1266-E8 скакивает на ноги, пробегает три шага, с разбега ныряет в траву и исчезает в ней. Гощей. Стреляй в змею, идёт же. Игла. В какую из них? Четвёртый. В ту, что спра... Чёрт. Четвёртого оперативника нечто невидимое поднимает воздух и отбрасывает в сторону. На броне видны повреждения по форме, напоминающей укус очень крупного животного. Остальные тут же прячутся за возможными укрытиями и начинают вести огонь по цели. Остающиеся за кадром камеры. Внезапно уровень травы под ногами одного из оперативников начинает стремительно подниматься. Укрытия обрастают пульсирующими наростами, извергающими крайне едкую жидкость. Кощей. Крик боли. Арх. Ругательство удалено. Это зелёный. Ряю, у нас нет. Ругательство удалено. Зелёный. Крик боли. Четвёртый. Лови подарочек, тварь. Четвёртый оперативник, вскочив на ноги, осуществляет бросок гранаты странной формы в направлении противника. Взрыва не наблюдается, однако через несколько секунд утюг, так и не успевший снова надеть шлем, хватается за голову и падает на землю. А наросты на укрытиях моментально начинают съёживаться и усыхать. Рост травы, однако, не прекращается. Кощей безуспешно пытается срезать стебли, при этом не двигаясь с места. Игла пытается броситься к нему. Кощей. Стоять. Ругательство удалено. Агу. Ругательство удалено. Траву. Чавкающий звук, затем крик. Игла. Дай что-нибудь. Четвёртый. Уже работаю, не отвлечу. Неразборчиво. В тот момент, когда четвёртый оперативник начинает производить некие пассы, рост травы резко замедляется. Однако, часть стебля к этому моменту уже пробилась через бёдра жертвы наружу. Раздаётся громкий хруст, и Кощей падает на колени, выставав перед собой руки, чтобы не упасть лицом в траву. Стебли пробивают ладони насквозь и частично уходят в предплечье. В то же время, из леса выходит большое количество плохо различимых камер и фигур, и начинают продвигаться к оперативникам. Игла. Кострее. Они скоро будут здесь. Кощей. Кострей слишком много. Вам не у... Тяжёлое дыхание. Дайте утюга и... Хруст. Стон. Сюда. Я их дождусь с прощанием. Четвёртый. Крайняя напряжённость в голосе. Сопротивление травы очень сильное не получится. Как только я прекращу... Не просто убить, но ещё и... Кощей. Тогда... Хруст. Тяжёлое дыхание. До того, как сделает это... Ругательство удалено. Зелин. Четвёртый. За что? Мне три чёртовых минуты. Кощей. Их нет. Чавкающий звук. Стон. Хруст. Игла. Мы теряем время. Обой должок. Ещё с... Удалено. Игла. Шесть секунд молчания. Затем тяжёлый вздох. Игла, несмотря на протестующий крик четвёртого оперативника, полностью сосредоточенного на производимых манипуляциях, производит выстрел Кощея в голову. Руки четвёртого оперативника опускаются. Игла быстро направляется помогать подняться постепенно приходящему в себя утюгу. Четвёртый оперативник делает несколько пасов, и тело Кощея загорается синим пламенем, бесследно и с большой скоростью уничтожающим останки. Затем он присоединяется к игле. Оперативники выходят из зоны видимости камеры. 13-51. Почти все фигуры возвращаются в лес. Темп сгорания трупа резко замедляется, почти остановившись. Из-за границы обзора выходят несколько представителей SCP-1266-B. Рассаживаются вокруг тела вместе с несколькими удалено и начинают греть руки у огня. Камера отсутствует. По имеющимся данным, оперативники в это время двигались исключительно в зоне видимости камер, отказавших во время массового отключения. Ниже приведены расшифровки радиоперехвата, произведенного в данный период. 13-55. Четвертый. Потеряли Кощея, утюг лишился шлема и попал под воздействие вражеского. Нет, не фондовцы, местные. Возврат невозможен, из леса поперли. Очень много. В 6-8 раз больше расчетного количества, причем мне так и не удалось. Понял. Задуманному маршруту. 14-07. Четвертый стрелять еще способен? У тебя голова сильнее дергается. Голос утюга со стороны, неразборчиво. Игла. Это ты свою рожу не видел. Волчий вой. 14 часов 10 минут. Звуки стрельбы, ругань иглы, звуки напоминающие баранье блеяние. 14-22. Звуки стрельбы. Мем удален. Приглушенные звуки колыбельной, напеваемые неопознанным женским голосом. Слушатели начали испытывать сильное стремление, данные удалены до двух недель. Волчий вой. 14-27. Четвертый. Тяжелое дыхание. Опять пугало. Игла. И дохлые крысы, связанные хвостами. Ничего нового, кроме того ребенка. Четвертый. Не ребенок, не человек. По-моему, даже пугало к людям ближе, чем... Звуки стрельбы скрежут удары чего-то тяжелого. Четвертый. Прочь от стен. Это сами дома. Отходим. 14-34. Игла. Что, нас загоняют в нужном направлении? Без камер всегда остаются свободным. А не знали, куда и зачем мы? Четвертый. Того же мнения. База приема. Мы продвигаемся непрерыв. Целенаправленно ведут. Проваться через блокпост фонда. Готовьте срочную. Камеры 64 и 22. Данные камеры расположены в принципиально разных районах поселения. Однако оперативники появились в зоне обзора обоих. 14-34. Оперативники входят в зону обзора камер из-за угла. Перекрестка с одной и той же стороны. Происходящее запечатлено камерами, идентично, за исключением двух деталей. В зоне обзора камеры 22 присутствует также SCP-1266-B. Сидящие на заваленке и наблюдающие за происходящим, лузгые семечки. Судя по второй кучке шелухи, рядом с ним должен был находиться и второй наблюдатель, не попавший в обзор камеры. Их присутствие на записях камеры 64 не обнаружено. Однако на них оперативник утюг выходит из-за перекрестка с головой, гладко срезанной на уровне основания и шеи. Вместо нее из открытой трахеи высовываются крупные змея неопределенной породы. Иных отличий за снятого материала не обнаружено. 14-35. Утюг. Или существо его заменившее. И двое оставшихся оперативников несколько секунд с явным удивлением смотрят друг на друга. Затем утюг нападает, при этом попав поливком, крайне едкой жидкости в правую руку иглы завязывается перестрелка. 14-37. Патроны в оружии утюга заканчиваются, однако через 4 секунды оно начинает вести огонь небольшими кусочками твердого вещества, найденные в обеих заснятых зонах в большом количестве, по составу соответствующим человеческим камням в поджелудочной железе. Сам утюг почти не реагирует на получаемые ранения, из которых вместо крови появляются агрессивно настроенные насекомые. 14-40. После применения оперативниками удалено, утюг получает явно несовместимые с жизнью травмы, в том числе травматическую ампутацию правой руки, найденные впоследствии в обеих заснятых зонах, отступает предположительно в направлении леса, продолжая отстреливаться. Оперативники также отходят, при этом игла подскальзывается на присутствующей в зоне обзора камеры 64 коровьей лепешки и, по-видимому, ненадолго теряет сознание от полученных ранее травм. SCP-1266-B, все это время наблюдавшие за происходящим, в этот момент от смеха давятся семечками. Из-за границы кадра появляется ладонь и хлопает его по спине, помогая прокашляться. Камеры 60, 40, 28, 58 и другие. В это время оперативники постепенно приближались к точке доступа альфа. Большую часть времени они оставались в зонах, не просматриваемых через наблюдательное оборудование. Однако, общее направление движения сохранялось весьма точно. Качество радиоперехвата с этого момента значительно ухудшилось. 14, 53. Оперативники останавливаются в зоне обзора камеры и некоторое время отдыхают. Игла периодически порывается встать и пойти дальше. Начинается дождь со снегом. Виден только на камере 28. Четвертый. Здесь лучше отдохнуть перед тем, как... Игла. Копиться, не будут ждать... Четвертый. И станут сюда лезть. Поле обзора камер, видимо, пытаются сохранить инкор. Игла. Ладно, но мне все не нравится. Скоро мы уже до... Четвертый. Точно не знаю. И что проверить, но в целом движемся верно. 15, 0, 5. Оперативники вне поля зрения камерных. Перехват направлены группой экстренного реагирования. Однако проникнуть в районах текущего местонахождения не удается. Гнусавое мяуканье, стрельба, громкое бульканье и свист. Четвертый. Тяжелое дыхание. Что-то новенькое. Мои... Ждаются. Наи лишива... Противление, то значительно быстрее приближаемся. Игла. Неразборчиво. Четвертый. Поживем и видим. Игла. Ты... Витильно мог спасть... Четвертый. Утюг... Точно нет. Слишком до... Шло. Игла. Акащея. Четвертый. Несколько секунд молчания. Не знаю. Пятнадцать тридцать два. Оперативники останавливаются на очередной привал в зоне наблюдаемого камерой перекрестка. Четвертый оперативник выглядит уставшим и обессилевшим. Четвертый. Житца они по... По ком-то... Сил... Хват... Чтобы не дать им затянуть дальше. О... Игла. Ты предлага... Четвертый. Намер... Ждав форму... Игла. Знаешь, мы не мог... Гии варианта... Четвертый. Да, есть. Стреляет в камеру наблюдения и выводит ее из строя. Игла. Какого... Ругательство удалено. Четвертый. Посторонние шумы и несколько неразборчивых слов. Затем резкий обрыв связи. Игла. Бенни повезло. Ругань и звуки выстрелов. В этот момент радиоперехват прервался. И за время дальнейшего наблюдения больше не восстанавливался. После этого в зоне наблюдения камер появлялась только игла. На протяжении последующих 32 часов и 17 минут она находилась в активной зоне наблюдения, пытаясь выбраться. При этом она явно полностью потеряла контроль над происходящим. На длительное время задерживалась в различных аномальных участках. 4 часа 12 минут оперативница провела, перемещаясь кругами, в том числе бегом и ползком. Вокруг молодой березы в одном из дворов. При этом на каждом обороте у нее появлялись и исчезали различные травмы и повреждения. В такие моменты вокруг собиралось большое количество из 1566B, обсуждающих и комментирующих происходящее, чаще всего явно в шутливом тоне. Примерно через 10 часов игла начала попытки подавать сигналы сотрудникам фонда через камеры видеонаблюдения. Однако найти ее или как-либо связаться с ней не удалось. Последние 37 минут она провела, сидя на улице и не меняя позы. Затем игла резко поднялась на ноги, увидев что-то за границей обзора камеры, после чего побежала к увиденному. С этого момента она более не была обнаружена. В момент, примерно соответствующий окончательному исчезновению иглы, большинство SCP-1266B вышли из домов в праздничной одежде и направились в сторону храма. Камера на высотном наблюдательном посту показала, что через полтора часа в храме действительно началось какое-то действие. Еще через 40 минут на средство связи временной зоны 8 поступил сигнал на частоте передатчика иглы. В нем неизвестный голос на фоне приглашенного многоголосового монопения произнес «Так будет с каждым», после чего отключился. Дополнение от 12.11.2014. В указанную дату средствами радиоперехвата удалось вновь засечь сигнал на той же частоте, исходившей из активной зоны субъекта. Большая часть звуков представляла собой фоновые шумы, кудахтаньи и другие крики животных, а также хрип и плач неизвестного происхождения. На третьей минуте раздаются приглушенные слова, предположительно голосом четвертого оперативника. «Что же ты наделала?» Еще через 4 минуты сигнал оборвался и больше не восстанавливался. Интервью 12.66 и Псилон. Опрашиваемый Екатерина Липова, SCP-1266-E8. Интервью ведет доктор Хофф. Предисловие. Интервью проводится в доме опрашиваемой на следующий день после инцидента 12.66-E. SCP-1266-E8 против обыкновения явилась на интервью без своего петуха. Начало протокола. «Здравствуй, внучок. Уж прости, старую, стол совсем пустой, нечем гостю дорогого встретить. Ох, срам какой, подожди минуточку, я сейчас приготовлю хоть чего. Ты же голодный с дороги, небось». SCP-1266-E8 успевает за это время выложить на стол коровая хлеба и полдюжины различных домашних заготовок в мисках. Хофф, что вы не надо так волноваться, я к вам буквально на пару слов заскочил проведать. «А что вы без Пети сегодня случилось с ним чего?» Липова. «Ой, да чё с ним случится?» Делает пренебрежительный жест. Соседке его одолжила. «Говорила же, он особый у меня, смирненький, а ей своих поучить надо б на. А мне-то курочку новую свою подарила редкой породы», хихикает. «Ну а если даже и недолго тут будешь, так хоть водички и спи, рубашку сними пока. А то видишь, пуговка оторвалась». «Так, мы поговорим, а Лизавета починит пока». Хофф, спасибо, не нужно себя утруждать. «Одежда казённая у нас, вот пускай сами и штопают». «Вы-то сами как?» «Не случилось ли чего? Не беспокоит ли?» Липова. «Да потихоньку, внучок, потихоньку». «Чему случаться-то у нас? Гости вот и видеть уже радость. Хофф». «Так к вам тут недавно из лесу бандиты забрели с оружием. Мы их, к сожалению, поймать не успели, но как только узнали, сразу к вам. «Если эти люди ранили кого-нибудь или что-то украли, только скажите, мы сразу помощь пришлём». Липова хмыкает и произносит задумчиво. «Нас-то ранишь, нас-то украдёшь». «Ты, внучок, не волнуйся, к нам всякие такие водились и такие из шуйцы змеины и ещё много всяких. Да только ответ на всех один. Ни ломанные боги, ни библиотеки их ни там даром не надобны, но и своего ни пяди не отдадим. А с буйными и недалёкими совладать мы всегда сумеем. Мы хоть и старые, но знаем». Хофф. «Простите, а что вы именно знаете?» «Это, внучок, у вас в гимназиях наук много, да у каждой название своё, а мы тут просто знаем. Нам и довольно. И жизни хватает, если что, поучить тех, кто в дашу жизнь без спроса влезть, думает». Хофф. «Понятно. Дело в том, что мы через те видеокамеры, которые вас на улицах установили, видели то, что произошло? Вам не показалось, что тех людей проучили через чушь сурово?» Липова вздыхает. «Понимаю, внучок, понимаю. Не изверги же мы тут. Да только и ты пойми, как сыночек мой видел, как эти меня до смерти убивать собрались, так и осерчал. Я-то думала сама справиться, но они дурные. Как его заметили, так сразу нападать решили. «Ну а дальше я уже поделать ничего не могла, не те уж года, чтобы разнимать». Хофф. «Кажется, вы раньше не упоминали, что у вас есть сын. Уточните, пожалуйста, он один из тех, кто осенью выходит с вашей стороны через мост?» СИП 1266Е8 несколько секунд смотрит с выражением явного непонимания. Затем собирается что-то спросить, но вдруг начинает хихикать. Некоторое время она громко смеется, затем с явным усилием берет себя в руки и успокаивается. Липова вытирает выступившие от смеха слезы. «Ох, внучок, вот так повеселил, вот так порадовал бабушку. Только при сыне моем не говори так, а то он шутку может не понять. То, что к вам идет, не чадо уж, не нам и не кому-нибудь еще, это оброк наш. Это все, милок, надо бы наплатить. И чем больше просишь, тем больше предлагай взамен. За такого сына, как мой, не жалко и сотни таких, как Кэти. Что же до того, что не сказала раньше, так если захочет, сам представится. Вот только вряд ли оно ему надобно. Я сыну давно уже не указ, им вообще никто не указ. Даже с барином нашим спорят. Доктор Хофф пытается что-то спросить. Но и СП-1266Е8 его прерывает. Ну раз уж я тайны сокровенные тебе рассказывать, так давай начистоту поговорим. Устал я уже в прятки играться. Да и нравишься ты мне, доктор. Ну просто вылитый мой Ивашка. Давай-ка вот как порешим. Вы уж так ведаете, что необычная деревня наша. Вот и не надо вокруг да около ходить. Как есть, спрашивайте. Оно так разговора лучше будет. Да мы как-никак давно уже знаем, кто вы такие и что в вашей организации надо. Ты не пугайся так. Вы чай на татей довешних похожи. Ведете себя правильно. Да и прихвостнем царским не чета. Палки в колеса нам вставить не станете. Да и не сможете. Так что встретят вас тут всегда, как гостей дорогих. Ну а что до того, что с бедой нашей помогать не будете, так время наше все равно придет. Только дождаться надо. А ждать мы получше многих умеем. Хофф. Что же, раз мы говорим откровенно, то можете сказать, что именно за существа обитают в вашем лесу. Липова. Пожимает плечами. Так про оброк наш я тебе рассказал уже. А что до остальных, так не гоже друзей. За спиной обсуждать будет. Хотя, улыбается. А пожалуй, что и расскажу. Расскажу, покажу и даже путям-дорогам научу. Хочешь? Только учти. Сперва тебя, добрый молодец, надо бы накормить и напоить. В баньке попарить, да спать уложить. Хи-хи. Не бойся без обмана, завтра же к своим вернешься. Ну что, согласен богатырь? Хофф прокашливается. Я, вы, конечно, не обижайтесь, но, пожалуй, сами как-нибудь выясним. Липова продолжает улыбаться. Сами как сами, твое право. Тогда, доктор, сейчас лучше поспеши обратно в свою зону. Да не оглядывайся. А то кетер с поводка убежит.